На одной из дорог в Джалалабаде при проезде грузовика сработало взрывное устройство. В результате двое сотрудников правоохранительных органов погибли, трое получили ранения. В результате взрыва самодельного устройства возле жилого дома в афганской провинции Кундуз привело к гибели четырех человек, пятеро получили ранения. Погибшие и раненые – члены одной семьи. Напомним, два дня назад 25 человек погибли и более 50 получили ранения в результате двух террористических атак возле больницы «Вазир Мухаммад Акбархан» в Кабуле. Ответственность за теракты взяли на себя боевики из так называемого «Исламского государства». Самолет, принадлежащий белорусской авиакомпании «Гродно», потерпел крушение в 7 километрах от Иркутска, близ населенного пункта Пивовариха. Борт с грузом продуктов и товаров народного потребления совершал перелет по маршруту Якутск-Иркутск. При заходе на посадку экипаж самолета доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь с самолетом была потеряна, отметка с радаров пропала. В качестве версии авиакатастрофы рассматривается перегрузка и неправильно отцентрованный груз. В Колумбии 12 человек погибли, 20 числятся пропавшими без вести после того, как оползень снес несколько жилых домов. Спасатели достали из-под завалов 11 выживших. Двое из них получили серьезные травмы и находятся в критическом состоянии. Поисковая операция продолжается. Причиной чрезвычайного происшествия стали проливные дожди, которые обрушились на регион. Темпы распространения коронавируса в Европе растут уже больше месяца, и теперь это единственный макрорегион, переживающий активную фазу всплеска COVID-19. Такие данные опубликованы в еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения. Негативные оценки связывают прежде всего с высокими показателями заболеваемости в России, Турции, Румынии и Великобритании. В Соединенном Королевстве регистрируют более 40 тысяч заражений в сутки. Румыния из-за всплеска эпидемии переживает нехватку коек в больницах для пациентов с COVID-19. Люди буквально проводят дни и ночи в автомобилях в ожидании приема в отделении интенсивной терапии. Им выносят кислородные баллоны прямо на парковку. В Болгарии за сутки зарегистрировано 310 смертей. В связи с этим представители Минздрава призывают жителей соблюдать правила гигиены и пройти иммунизацию.